Элементарные движения русского народного танца «Ковырялочка» – два притопа, три прихлопа. Для воспитанников детской академии бывают невыполнимыми. Отмечает восьмилетие единственный в регионе садик образования инклюзивного. «Ин» вместо «Экс» значит «вместе». Репортеры республики побывали на празднике, где радовались не дате, а каждому шагу, каждому слову и даже каждой улыбке. Здесь и правда вместе здоровые ребятишки и детки с ограниченными возможностями здоровья. Можно ли обжаловать приговор, вынесенный самой природой, и как объяснить взрослым людям, что если ребенка нельзя вылечить, что ему можно помочь? Милана – общительная и активная девочка. Она быстро привыкла к садику, хоть и прошел всего месяц. Всегда ласково здоровается, любит быть в центре внимания. И как упустить возможность оказаться на большом экране? Это сегодня они вместе с мамой поют про белокрылых лошадок и убегающих за горизонт облака. А сразу после рождения дочери маме Асе сказали, что ее дочь вряд ли сможет ходить, не сможет учиться и никогда не сможет стать такой, как другие дети. Синдром Дауна озвучили как приговор. Первая реакция – это был шок, это были вопросы, почему я, почему все это происходит со мной. Я просто рыдала, мне кажется, что как раз тогда я и выплакала, наверное, все слезы, все свое горе. Ася поверила не только в свои силы, прежде всего в силы своей дочери. Она сможет, они вместе смогут. Я просто сказала себе, нет, у меня такого не будет, с моей дочкой такого не будет. И когда я подошла к ней и потрогала ее вот так вот за ножку, у нее пульс просто забился, и она улыбнулась. Она улыбнулась во сне. А потом начались бессонные ночи и беспокойные дни. Не такие, как со здоровыми малышами. Курсы реабилитации, врачи, минуты отчаяния, годы борьбы. Когда пришло время идти в садик, маленькой Милане сказали – мест нет. Мест нет именно для нее, как и других деток с таким диагнозом. Пришлось вместо сада сразу идти в академию. Здесь не просто готовы принять. Здесь знают, как помочь ребенку, если его и нельзя вылечить. Сюда приходят и с полностью здоровыми детьми. Татьяна Быстрова – самая обычная мама самых обычных мальчишек и с необыкновенно большим сердцем. Ну, сегодня он выливал компот на голову, да, а потом нарисовал на стенах. Я говорю, ну а вы-то что, да? Ну, а мы их учим, мы их берем за руку, мы их ведем танцевать, мы их ведем заниматься зарядкой. Нельзя оставлять детей с безграничными возможностями наедине с самими собой. Их нужно обязательно помещать в общество, обязательно помещать в группы, в компании таких детей, которые их чему-то могут научить. Соответственно, они научат обычных детей тоже быть добрее, быть терпимее, быть чувственнее. Сейчас в дошкольной академии 104 ребенка. Из них 28 – с пугающей аббревиатурой в личной карточке. ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Правда, здесь ее расшифровывают как очень веселые и задорные. Ева Крутова, Георгий Кривошейн, Республика.